379-370 годы до нашей эры продолжаются в принципе обе войны и персидская египетская и гражданская война в Греции то есть как я уже говорил в предыдущем десятилетии заключили мир между греками которым гарантия должна была в принципе являться бы персия но персия была полностью связана египетской войной персия разгромила кипр не разгромила скорее в общем добились они что кипр перестал с ними воевать формально считался автономии в составе персии но с египтом ничего них не получилось в результате у них там египте были связаны руки они даже были зависимы теперь от греков то есть от греческого ополчения персии стали зависеть от наемников греческих точнее нихтонеп фараон египетский считал себя уже полностью правителем египта потому что недавно уже от персов отбивались против него фарнабас воевал известный полководец персидский сначала именно на египет греческие наемники начали работать виде полководца хабри а потом персы надавили все-таки на афины и они хабри отозвали и даже послали и фикрата на помощь в общем персам египет в 374 году началось наступление персов на египет из палестины то есть из палестины они выбили и попытались наступать уже непосредственно на египет крепость пилущую египтяне хорошо защищали они ее перекрыли каналами и дамбами и персы не смогли ее взять флот фарнабаза высадил десант в тылу вроде как там успешно они взяли город мендес и вот в этой точке эфикрат предлагал немедленно идти на мемфис и взять столицу египта но персы не захотели видимо начались раздоры между греками и персами в этом лагере в результате персы на распространены распространились начали ее грабить персидские войска начали египтяне партизанить и так вот потихоньку они всех персов перетюкали и вынуждены были персы эвакуироваться то есть 373 год несмотря на сильное наступление персов которые сосредоточил там все силы несмотря на то что им удалось обойти основные укрепления египтян и подойти к столице ничего у них не получилось египтяне партизани ли армия разложилась все погибло никто неб осуществлял традиционную для египтян политику то есть он поддерживала жречество строил храмы при никто небе египет переживал хозяйственный расцвет несмотря на войну то есть они перестали дань персам платить и они были полностью хозяйственно самостоятельно египет и у них была развитая земледельческая экономика то есть хлеба там точно сколько угодно было построили множество памятников искусства возвращались старые традиции возвращали вот все вот это вот то что было при древних царствах идеология была никто небо то что он возрождает египет египет будет как при древних фараонах опять книгу мертвых читали все восстанавливали религию аписа там и все такое прочее и обвиняли персов что они это все нарушили в общем видите религиозные националисты религиозные фанатики египетские националисты восстановились но учитывая что египетская религия была националистическая это все не хорошо зачиталось афины продолжают восстанавливаться на этом фоне ну то есть персы в таких условиях не могут быть гарантом мира у греков и греки уже сразу почти переругались то есть весь этот мир предыдущий чем ни к чему не привел напрасно его наши историки оценивают как какой-то там победу персов что что персы стали греции распоряжаться это для греков был один из эпизодов а персов они там привлекали по своим нуждам фактически втягивали персов гражданскую войну в греции но и это персы не смогли быть гарантами этого мира то что были связаны видите и греки продолжили войну в контексте этой войны в 378 году афины восстановили афинский морской союз вот этот второй афинский морской союз мы не заключили новые договора с этими союзниками о том что афины не будут вмешиваться афины не будут там устанавливать демократию то есть левую демократию скорее так это теперь называется левый режим что демократия там у всех было посылать туда гарнизоны выводить колонии то есть поселять туда афинян и так далее реально состав союза это прежде всего византий то есть проливы все что вокруг проливов ракийское побережье фбия лесбос и так далее вот острова которые не удалось по миру предыдущему захватить афином они с ними всеми заключили союз и втянули их в афинский морской союз то есть они все равно были как бы вот под афинами они вносили взносы все равно в казну союза то что считалось что афинский флот это главный флот всего этого союза опираясь на эти взносы которые они с них собрали афиняне построили новый флот на 100 триер и начали воевать со спартой спарта в это время уже была втянута в войну с биотией ну то есть анталкидов мир в общем то формально восстановил гегемонию спарты вроде как персы и спарта должны были присматриваться тем чтобы война не возобновилась в 382 году город олинф халкидики захватил всю халкидику то есть это север и даже часть македонии против этого города олинфа спартанцы будучи гарантией мира начали операцию когда армия спартанцев проходила через биотию они там установили олигархический режим то есть правый режим как известно спартанцы они поддерживали правых по всей грецы афины левых установили они правый режим и в общем думали что уже все полной гегемонии спарты обеспечено потому что афины в когда так молчали победили они олинф 379 году красу 379 году спартанцы думали что все они уже полностью захватили грецию но как раз в декабре 379 года филах произошла революция которая все полностью наоборот повернула и в течение девяти лет спарта какой бы то ни было гегемонии греции лишилась но разные истории про этот переворот филах рассказывают довольно много плутарх ксенофонд пишет диодор пишет но рассказывает опять какие-то вот истории интересные непонятно были ли они действительности но значит плутарх рассказывать что 6 или то ли 6 то ли 12 революционеров проникли в филы где они переоделись женщинами видимо развратными и на перу пьянствовали в виде женщин с двумя главными правыми чуваками потом внезапно этой женщины оказались мужчинами и причем киллерами я не убили этих всех значит двух главных чуваков из правой партии потом пошли в дом начальника вообще всей этой партии правой или антиада и убили его там прямо в спальне как они сначала себя умудрялись за женщин выдавать непонятно будучи сильными мужиками способными перерезать все руководство фиванской республики ну и все короче потом они пошли просто начали убивать всех представителей правой партии каких только могли освободили заключенных из тюрем то есть такая натуральная революция по городу начали объявлять чтобы все жители присоединялись жители к утру только вышли ночью боялись что их ограбят часть этих сторонников спартанцев убежала в кадмию в крепость вот в эту крепость кадмию при поддержке афинян которые послали там как обычно на помощь революции свой отряд осадили эту кадмию успешно ее осаждали штурмовали потом договорились что спартанцы уйдут а фиванцев они всех перерезали то есть всех правых представители правой партии фивов просто всех физически вырезали на время этой революции потому что считали что они предали они работают на спарту но спартанцы начали экспедиции первый поход спартанцев провалился второй поход спартанцев они решили напасть на афины потому что афины помогают значит фивам но это было довольно все плохо придумано они там сделали крепость феспий в фивах и опираясь на эту крепость феспий они там грабили поля пытаясь встроить голод фивах вот из этой крепости еще этот сфодри спартанец ударил на афины и решил пограбить еще вокруг афины афины он конечно не взял но он добился того что в этом 378 году афины уже официально объявили войну спарте хотя первоначально хотели уклониться как раз в 378 году афины восстанавливают морской союз окончательно все законы принимают по этому союзу и начинают систематически воевать со спарта это значит что спарте перекрыли все эгейское море потому что все острова были в этом союзе второй поход спартанцев опять с опорой на феспий в 377 году опять спартанцы устроили крупный грабеж фиванской всей области пытаясь их лишить хлеба но фиванцам удалось все-таки организовать подвоз еды так что дальше спартанцы уже не пытались таким образом их уморить в 377 году третий поход спартанцев на фивы тоже ничего не дал никаких фив не взяли только пограбили в 376 четвертый поход то же самое все то есть походы спартанцев биотию эту проваливались в это время на море сначала спартанцы попытались блокировать опять проливы это им не удалось битву при наксусе разбили потом на море начали преобладать афиняне как они рассчитывали захватили киркиру блокировали пелопонез саму спарту то есть пока спартанцы пытаются взять фивы без безуспешно хотя они грабит всю этот весь этот район афиняне их с моря блокировали примерно та же тактика которая была и в пелопонезскую войну в любые войны афин со спартой они блокировали их по периметру спарты в 374 году афины в принципе уже начинают мирные переговоры потому что их цели достигнуты они восстановили афинский союз они восстановили флот все последствия пелопонезской войны они ликвидировали а усиление фифам в общем не надо но этот все эти перемирия идут с периодическим нарушением войны потому что киркира допустим афинская тоже воюет эти самые со спартой продолжают они просят о помощи в 371 году все-таки афины подписали мир со спартой после чего наконец значит спартанцы решили наступать на биотию опять в пятое наступление спартанцев на фивы но за это время видимо спартанцы категорически уже все свои ресурсы истощили потому что состоялась знаменитая битва прелектрах и там был такой эпоменонт главный фиванец который спартанцев разбили и это было окончательное поражение спарты после этого спарта потеряла всякую гемонию греции к сожалению от событий все эти гражданские войны мало известно только отдельные отрывки об этом то есть широко известно от того чтобы эпоменонт побеждала был какой-то период гемонии фиф это все мало известно вот после битвы прелектра считает что девять лет фивы доминировали в 371 году собрали конгресс в афинах где фактически по итогам конгресса распался пелопонесский союз и началось восстание уже на самом пелопонессе при поддержке фиф и при косвенной поддержке в принципе афин так что гиселай спартанский он уже вместо экспедиции в фивы начал оборонять собственно спарту к 371 году они воевали с аркадией восстало внесение которое ранее 3-3 войны было со спартой это тоже восстало отделилась то есть они потеряли даже миссии к 370 году спарта блокирована только у себя в долине практически все что они в греции имели они потеряли о 370 году еще рассказывает историю про дамоклов меч сиракузский тиран дионисий старший в принципе союзник спарты но такой вялый он иногда что-то туда посылал на помощь спарте но его там били обычные афиняне поэтому сидел у себя в италии но в италии дионисий все контролировал там времени все вот южную италию которая именно греческая и сицилию это полностью правил дионисий вот у него был друг дамокл этот дамокл считал что дионисий самый счастливый человек из смертных делает он что хочет жрет он что хочет трахает он кого хочет правит он половина италии ну и вот значит дионисий решил ему показать какова жизнь у политиков и один день дал ему свой престол значит вот дамокла одели в крутые одежды намазали чем все вокруг его все все суетились выполняли каждое слово кормили его хорошо и в разгар всего этого пира дамокл увидел что у него головой висит меч на конском волосе и вот дионисий ему потом говорит вот так вот я живу то есть ем я хорошо но меня в любой момент могут убить потому что любого тирана в греции в любой момент оставший народ может уничтожить ну и вот отсюда вот эта вся история про дамоклов меч идет она со времен цицерона уже эта история была популярна на кто ее придумал непонятно и никакой гарантии что это реально было но вот эта история дамоклов мечты что над всеми самый разгар счастье над всеми висит какой-то меч она довольно популярный потом пошла во всяческую литературу изучалась гимназиях